Добрый день, с вами Дергачёв Инсайт. Я хочу вам рассказать о выставке, которая проходит в доме 36 на Борибаево, организованная Гёте-институтом Казахстан совместно с этим домом. Выставка называется «Туман войны». Она прошла уже в нескольких странах, участвуют в ней художественные работы художников из Украины, Азербайджана, Германии, Нигерии, Казахстана. Кажется, никого не забыл. Зал основной украинский, три работы, коротко о них расскажу. Первое видео работа – это девушка, которая пришла в украинском флаге, а потом на входе, примерно вот такой же вход, как на Борибаева 36, вот с такой лесенкой, вот она на входе просто легла, завернувшись в этот украинский флаг и лежала. Лежала около часа. Люди проходили. И вот дальше смотрите сами. То есть то впечатление, которое производит эта работа, очень большое. А имена мы поставим. Сейчас, может быть, не всех вспомню художников. Но Дмитрок Казацкий – это человек, который снимал фотографии на Азов-Стали. То есть это один из бойцов Азова, который попал в российский плен, и чьи фотографии облетели все мировые агентства. То есть вот это его работы. И есть еще работы грузинского и абхазского художника, которые сделали вместе такую видеосказку, посвященную преодолению войны. За моей спиной сверху проецируется работа азербайджанской художницы, которая называется «Ковровые бомбардировки». Она посвящена городам, которые были уничтожены полностью, начиная с городов Второй мировой войны, еще начиная с Герники и заканчивая полностью уничтоженным Мариуполем. Работа Алмагуль Медлебаевой «Полный реализм, искусственный интеллект, туман войны» на выставке «Туман войны» – это то, на что я обратил внимание еще в Фейсбуке. Это очень странные, зомбированные и в то же время абсолютно человеческие, распластанные люди – это распластанная реальность, искаженная, многократно изувеченная. Это та реальность, в которую нас погрузили наши власти и наши события, когда все были перепуганы и все находились в состоянии крайнего шока, полной изоляции, отключения интернета, фантомного ощущения нереальности происходящего, когда людей захватывали, похищали в полицейские участки, пытали, когда на наших площадях расстреливали людей, когда мы не понимали, что происходит, и не понимал никто, в том числе наша власть, она не отдавала себе отчет в том, что происходит. Эта работа – очень сильное высказывание художницы, и как художественное, так и во многом сильное политическое и идеологическое высказывание Алмагуль Медлебаевой как гражданина. Я думаю, это во многом значимое высказывание еще и потому, что искусственный интеллект здесь абсолютно использован только как инструмент. Безусловно, это очень сильная, законченная и выразительная авторская работа. Я думаю, что того, чего мне не хватает в этой работе, это больше и больше и больше ее величины. Эта работа должна быть, как мне кажется, выполнена на большого размера листах, для того, чтобы мы могли внимательно всматриваться в происходящее и произошедшее с нами – это очень страшное и одновременно очень точное высказывание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok